рад приветствовать естественно нашем эфире привет наша предыдущая встреча была достаточно в такое время глухого карантина вот к вид взял передышку как ты считаешь легче стало дышать творить писать песни петь но в прошлый раз когда мы с тобой обсуждали эту тему в принципе тогда были все напуганы честно говоря и напуганы были тем что была какая-то неизвестность неизвестность куда мы идем куда едет наш троллейбус и сейчас мы уже понимаем что это такая же болезнь как и все предыдущие и я считаю что не надо паник паниковать надо просто еще тогда была может быть какая-то паника у людей у всех что ну переживали переживали и хотя на самом деле я не знаю как это подвести итог этого ковида который был 19 20 21 да ну я бы не сказал что у меня кто-нибудь умер от ковида просто надо соблюдать мер предосторожности и самих себя поменьше пугать да и так понимаю да да то есть ну немножко йоги спокойствие и я думаю все получится а чему лично тебя научил к вид я же так понимаю что в принципе это все ждать я тоже была неожиданность для меня появилась такое наш ощущение выжидаемость то есть я начал выжидать то есть ждать и выжидать то есть как бы ждать своих концертов которые были под запретом какое-то определенное время да ну и соответственно выжидать то что вот скоро этот день x который который закончится и все и мы опять вновь обретем ту свободу которая как бы но это же ограничение какие-то были то есть что такое ограничение ограничение значит но в перемещении в движении даже в этой жизненной суете ты понимаешь что какие-то ограничения включают и понимаешь что ты уже не свободен научились верить и конечно же научились находить хорошее может даже быть я не сказал это слово плохое может быть это нужное для осознания этого мира что все-таки мы должны были все-таки это пройти хотя мы проходили уже не один раз и человечество проходило я думаю не не один не один раз за всю историю человечества а илья у тебя не сложилось такого впечатления что мы стали терпимее или мы все таки я не знаю как бы озлобились что ли потому что как бы ну не всем людям нравятся такие моменты когда тебя там где-то загоняют ограничивать поэтому у кого-то адекватная реакция у кого-то это же ограничение и ожидание она вынуждена же даже никто палками и пистолетом нас не гонял и я считаю что весь смотреть европу или там в америке что происходило то у них там я думаю что пожестче было чем у нас так что мы еще живем хорошей стране где есть все таки какая-то такая конъюнктура до что люди все таки россияне друг друга уважают илья музыки стало очень много может быть это как бы мое личное мнение настолько много что не хватит наверно никакого времени осознать и понять о чем эта музыка но ее на самом деле очень много что делать с этим океаном музыки найти свою волну и куда-то плыть вот смотри сейчас я уже предварительно когда с тобой разговаривали по телефону я сказал что интернет это то время когда гениальных людей сравняли с дураками но я к тому что каждый сейчас считает себя важным умным это хорошо это здорово но и же на самом деле талантливые ребята которые пытаются вырваться из этого океана опять же океану он наполнился большим количеством музыкантов певцов псевдо певцов псевдо музыкантов просто смотря на гениальных людей становится подражателями определенных вот эта масса она получает подражать и изучаю сейчас рынок музыкальный я сам лично слишком много мусор музыкального мусора там столько всего вот в интернете напичкано столько всего не нужно и причем это все низкочастотное то есть ну диафрагма мы говорим если мы качаем если мы идем на рассуждение об эзотерике да то есть нижней части диафрагмы это нижнее это животное верхнее духовное выше да то ныночная музыка она вся настроена на низкий лад то есть низкий частот и даже певцы то они же не поют они читают ну это новая мода новые тренды новая тенденция но вот они все одинаковые нет определенной какой-то изюминки нету высоких частот нет духовности тут той которая была там до 2000 там какого-то 14 года последнее что я могу себя отметить это братья грим который реально выстрелили и все до этого было там ума турман ну и потом уже мы идем назад скатываемся весь рок-н-ролл брать и таких певцов илья может быть это нужно связывать с тем что он то поколение которое было воспитано раньше она собственно говоря уходит приходит новое поколение которое может быть не притязательно и может быть как бы если мы говорим о нижней части тела ты меня спрашиваешь я же все-таки 80-го года рождения родился в ссср но прибрежье насколько и на если брать историю всей музыки блин но я вот иногда даже пою бывает песня волокна волокна где ну там же гармония там же энергия там же жизнь и я в принципе за то чтобы музыка была в любое время она существовала но я ее же ценю не за количество за качество то есть уважаемый себя в любой музыкант и слушатель ну и конечно же человек который ищет для себя новый что-то он не будет слушать тот материал который вот низкочастотный понимаешь он все-таки будет стремиться к высшему и да блин вообще я думаю что надо писать любую музыку честно говоря я подвожу тебя к тому моменту что как бы не наступит ли вот эта страшная граница когда мы воспитаны наше поколение воспитана на вот этом на о том что ты говорил то есть это волок да волок да это мелодия это то есть немножко гармония мелодии строения музыки понимаешь нынешнее поколение она воспитывается немножко на других вещах нас есть спор да а у них как бы да а у них как бы вот этой вот подпитки не будет и воспитанные на вот этой музыки они таки останутся с этой музыкой так я смотрю понимаешь фишка в том что все те кто написал какие-то определенные треки да и заставшие популярными известны и все равно возвращается опять же туда в то прошло потому что там гармонии и смотришь все известные певцы и они все равно перепевают делать какие-то перепевки и это правда то есть делают кавер определенные даже пускай с низких частотами но они делают именно материал та основа которая была хитами тех времен они все равно берут и вот делают этот материал уже и там я не знаю взять того же насырого там я это ты это я то есть молодые ребята раз перепели немножко своем жанре но там суть понимаешь вот то есть там настоящие все равно они к нему тянутся да илья глупый вопрос но все равно задам что вот важнее в песне все-таки текст или мелодия потому что как бы я понимаю что это вопрос из разряда что первичный там курица или яйцо да но тем не менее я считаю я скорее всего могу одно сказать что все должно быть пропорционально то есть 50 50 и музыка и и текст но опять же каждый смотрит находятся на своей волне и смотрят по-своему то есть кто-то слушает музыку гармонию до мелодию и сольные запевы там гитарные кто-то смотрит на то что как поет сам вокалист то есть какой голос имеет там спеть там басом тенором там или я не знаю спеть или вообще не спеть кто-то слушает рэп кто-то слушает продиджи техном электронную музыку да вот я вырос тоже на продиджи даже мы все время привозили с компанией фангит в уфу ну вот и через какое-то время не стал какие-то флиты для меня тоже был удар блин но это же круто каждый находит по своим потребностям илья ну не могу не поднять разговор о концерте который состоит с 15 августа и вопрос достаточно простой а почему цой но я не привязываю это все к дате 15 августа или еще какие-то вещи я говорю более в широком плане потому что как бы витя цой и кино не появляется на пустом месте как я понимаю это тоже отдельная история это отдельная история нашей группы отдельная история меня я самого лично свое время я кино не воспринимал как группу то есть был такой момент многие музыканты мы шатались по подъездам когда были молодыми и они все играли пачку сигарет с речки вот эти там кукушка да это 96 99 год вот этот раз период я помню и цой для меня как бы ну не был сказать авторитетом да для меня в то то время вот и у меня было там нирвана то есть вот такие коллективы которые заполняли мое умственное пространство именно вот той музыка который тогда было на то время но один прекрасный момент просто попалась кассетка с группа кино это был альбом группа крови за поэм солнца там вот все вот эти все самые хитовые песни печаль и понравился материал мой бас-гитарист который играет до сих пор у меня все это время он был лично знаком стоим лезет ему на концерт в уфу единственно с ним познакомился и не все именно люк классная же песня ну классный 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 классно конечно классно он не дает компашку потом на то время компакт-диск mp3 player там блин столько песен порядка народа 70 80 я помню сколько там 9 альбомов у него был последний альбом там у него с кукушкой где вот записи от было это потом уже история пошла и в итоге просто залез туда с головой и может быть просто пришло еще время то есть мое сознание опять потребовало этого цоя того времени все же не случайно все приходит вот как со временем и в один прекрасный момент мы попали на концерт с каспарянам и бутусовым группа юпитер приехала а мы уже чем музыканты мы же тут уже известны и катаемся выступаем и гритерски ездим на концерт и вот мы с алексеем вместе с басистом поехали туда на концерт попали за кулисе познакомиться с парианом потом мы с ним поехали в дом отдыха здесь помогли с аппаратурой там как обычно можно музыканты другу помогали ты тоже звезда соло-гитарист группа кино это круто это почему бы нет до съезде туда ехали туда туда ну и в итоге короче мы с ним разговорились задружились и мы предложили давайте сделаем концерт литра цоя сделаем группа кино поиграем вместе юр такой давайте почему бы нет вы таких с лёжкой как так то есть очень просто да ну как бы дал разрешение добро и согласился понимаешь и мы такие блин это же круто и вот потом мы просто тупо подсели на цоя нам прислал список песен которым даже выучить и от моей всей группы штудировали практически там 18 песен каждая строчка там имеет свое предназначение понимаешь то есть каждый блин то есть я считаю что этот человек именно витя космический человек то есть я говорю уже не опера что ощущение этот космоса и между землей и небом вот мы находимся здесь и вот приходится писать и нам эти песни мы тоже свои материалы пишем и вот его слушаешь и понимаешь что эта песня на все времена на этом концерте мы в салвате будем петь свои песни обязательно новые песни споем которые мы в прошлый раз перел я у тебя в студии и который мы до хотели бы спеть на больших площадках но это вот честно говоря будет после к вида наверно третий четвертый концерт на большой площадке то есть не было же концертов все было подсобретом и я думаю что на этот концерт в салвате он будет впервые именно такой день памяти мы как-то делали один концерт в агидели полный зал был были все и от мала до велика да и вот здесь мы планируем что наверное на этот концерт соберется весь город потому что ну это концерт я не скажу что это праздник но это просто концерт ну илья в принципе мои вопросы кончились мне остается только пожелать удачи и тебе и группе павильон и вообще чтобы концерт прошел так как он должен пройти спасибо большое всех приглашаем приходите к нам на наш концерт и я надеюсь что у нас всех будет отличное здоровье в ближайшее будущее мы будем заниматься спортом читать книжки как я всегда говорил читайте книги развивайтесь побольше находитесь на улице гуляйте дышите свежим воздухом всем миром и чисто нем над головой